Итак, я на остановке, мы сейчас едем в комьюнити-центр, не в комьюнити-центр, а в элкам-центр. И я еду по поводу работы, разговаривать с женщиной по имени Анна. Но это как воркшоп больше. И самое интересное, что у них есть садик для деток, поэтому мы едем с Габочкой вместе. Какая-то у нее, правда, время спать. Но мы вот на остановке стоим внутри, сегодня не очень холодно, ждем, оттуда должен приехать автобус. В автобус едет в среднем минут 10. Плюс пока я приеду, разложусь. Короче, встреча будет проходить где-то час, вот. И в течение этого времени, часа Галя будет находиться в садике, прямо который у них там при этом в элкам-центре. Не знаю, что за воркшоп, поеду, все вам расскажу. Поехали. Доказательство, что мы в автобусе едем с капушкой. Да, да, да. Вот, я вот в садке, молоденькая была. Едем. Привет. Вот, ну что могу сказать. Я пришла туда. В садик, который мне обещали на время встречи, мне не предоставили, потому что, оказалось, мне Аня говорит, скажи, что ей 18 месяцев, тогда ее возьмут. Потому что только с 18 месяцев берут вот в этот садик. Пока, если я, допустим, сижу на встрече или я занимаюсь у них там на каких-то курсах, то они могут как бы в садике в этом бесплатно смотреть за твоим ребенком. Но ребенок должен быть с 18 месяцев. Так мне сказала Анна. Я пришла, я говорю, моему ребенку 18 месяцев, не важно, что ему только 15, да. Она говорит, мы не можем, мы только с 19. Я говорю, ей через 3 дня будет 19. Она говорит, нет, уперлась, короче, говорит, нет, я заножу все данные в компьютер. И если у меня увидят, что даже была у меня ситуация, когда ребенку было всего лишь 2 дня до там 19 месяцев, и мне потом был большой выговор, и трали-вали. Ну, я думаю, ладно. Короче, пошла, взяла я ее и зашла на встречу вместе с ней. Как оказалось, это была личная встреча, потому что я думала, что это будет как воркшоп для нескольких людей. Это была личная встреча у меня с вот этой Анной. Очень приятная женщина оказалась, такая тоже полненькая, родом из Украины, много лет прожила в Израиле и уже много лет живет в Канаде. Психолог по образованию, там еще и разные, конечно, у нее есть бэкграунд, который здесь она сделала для того, чтобы сидеть в таком центре, работать с людьми. Буквально за несколько вопросов мы друг друга поняли. Она поняла, какой я человек, я поняла, какой она человек. И она мне спросила, что я хочу и как я хочу, потому что, я напоминаю, цель, в принципе, моего визита была к ней. Это для того, чтобы получить какое-то более-менее четкое направление того, чем я могу заниматься именно в Онтарио. Потому что я еще не упоминала это в своих видео, но цель такая, что помимо всех моей творческой работы, которой я занимаюсь дома и которой я занимаюсь, маленькие всякие мои задумки, мини-бизнесы, которые я делаю, это все, конечно, хорошо, это все, как можно отнести в район хобби моего, которое когда-то иногда приносит какие-то деньги. Но, конечно же, пока что нужно еще также помочь моему мужу делать наш стабильный доход. Вот. И я хотела, так себе планировала, начать работать где-то весной, начать работать, устроить габи в садике. Тоже сейчас занимаюсь вопросом садиков. Я знаю, что вы меня очень многие спрашиваете, расскажите, пожалуйста, про садики, про все. У меня уже есть видео про садики, одни из моих первых, которые я делала. Они, кстати, неплохие. Я сейчас еще раз их прослушивала, просматривала. Информация достаточно хорошая. Я запишу вам еще свежее видео про садики, буквально в ближайшие недели. Ну, в общем, одним словом, что я сейчас занимаюсь вопросом садиков для габи. И я думаю, что к весне у меня получится устроить габи в садик и найти работу. Но сейчас для того, чтобы найти работу, так как я человек гуманитарный достаточно, и могу делать много разных вещей, и опыт у меня во многих вещах очень тяжело определиться, потому что у меня есть образование, которое с Израиля, и опыт, который с Израиля, и мои разные скиллы, которыми я обладаю как человек, тоже могут мне помочь найти ту или иную работу. И я уже в Канаде получила образование, да, в колледже училась на логистику и бизнес, и международную торговлю, поэтому как бы много всего. И я ей все это вот выложила, и она говорит, ты знаешь, я знаю, что тебе нужно. Она говорит, все те услуги, которые у нас есть, тебе менее будут актуальны для тебя. Но у нас есть одна услуга, потому что в основном их не все услуги связаны с английским, с улучшением английского для разных уровней, для разных целей. У них там есть разные виды. И у них есть как бы типа переквалификации, курсы там на бухгалтера и на клерка, как бы офисного клерка. Но, естественно, мне все это не нужно, тем более, что опять-таки у меня уже есть канадское как бы образование. Она говорит, тебе все это не нужно. Тебе нужно понять, что имея в комбайн, вот комбайн вот этих всех твоих skills, education, твой experience, все-все вместе, вот этот комбайн этих вещей, что ты можешь с ними делать конкретно здесь, в Антарио, самые лучшие для тебя варианты по деньгам и по всему. Я говорю, это звучит изумительно. Я говорю, а как это возможно как бы проверить? И она говорит, у нас есть услуга, ну не каждого туда отправляют. Естественно, нужно опять-таки обладать какими-то вот такими вещами всеми вместе для того, чтобы, ну как, был материал, с которым можно работать. У них есть человек, называется, как это называется, employment, сейчас я вам скажу, она мне дала карточку. Employment specialist, то есть человек, который занимается обустройством, да, трудоустройством для людей. Но это не просто человек, это тоже там какой-то психолог, значит, женщина. Ее зовут, конкретно эту женщину, Лусяна. И она делает разные виды тестирования. Ну не просто тесты, которые от Галяка, да, берется твой как бы персоналити, все твой вот этот бэкграунд, который я сказала, и делаются тесты. И вот это все вместе с тестами, со всем вот этим вместе, дает определенные результаты. Результаты. Ты узнаешь, она сказала, очень много о себе, что ты можешь, что ты можешь конкретно в этой стране. Мне что понравилось, что меня подбодрило, она говорит, ты даже не представляешь себе, сколько у тебя возможностей здесь есть. Говорит, ты даже не представляешь. Ну, говорит, это очень хорошо пойти туда, и я, говорит, я направлю к ней. У меня 10 февраля встреча, так что 10 февраля я буду проходить какие-то разные тесты, и со мной будут говорить. Она сказала, встреча проходит примерно полтора часа. Вот. И, в общем, короче, одним словом, меня будут тестировать, и скажут конкретно в Антарио, что я могу вот с комбайнов всех своих вот этих бэкграунд, что я могу делать. И она, говорит, обычно 4 варианта дается, она, говорит, который у тебя получается, говорит, допустим, один вариант может тебе сказать, что окей, у тебя есть хорошие, допустим, skills, и все, и в Антарио ты можешь подойти, допустим, для какой-то там такой-то профессии. Есть спрос и все, но для этого тебе, допустим, нужно еще там 3 года отучиться, какие-то там, допустим, взять курсы, не курсы, а какой-то даже, может быть, получить как диплом, сертификат дополнительный. И ты говоришь, окей, то есть 3-4 года еще моей жизни тратить, я сейчас не заинтересована. Допустим, есть человек, который скажет, окей, я хочу это делать. Второй вариант, они скажут, окей, благодаря всем твоим skills, твоему бэкграунду, все это классно, и ты можешь работать там вот в этом области, но тебе нужно взять буквально там несколько курсов, допустим, ну, чтобы или получить разрешение для работы в этом области, или какие-то тебе нужны дополнительные знания для канадских стандартов и так дальше. То есть это какие-то маленькие курсы, могут быть там пару месяцев или полгода, и ты скажешь, окей, это возможно, и ты пойдешь, найдешь хорошую, хорошо оплачиваемую работу. Она говорит, четвертый вариант, который может быть, и третий вариант, это когда, она говорит, значит, ты можешь, все, что у тебя есть, все супер, тебе ничего не нужно, ты можешь начинать работать, но твое резюме нужно полностью переделывать. То есть резюме должно быть полностью переделано, и как бы специалист с тобой работает, продолжает работать для того, чтобы составить вот это резюме правильно, именно для твоей, для вот той профессии, на которую ты подходишь. Вот, то есть составление правильного резюме. И четвертый вариант, какой она мне сказала, может быть, я забыла, что может быть четвертый вариант, я забыла, какой четвертый вариант, что четвертый вариант, четвертый вариант, она мне сказала, значит, это образование 2, это, и я забыла, короче, четвертый, я забыла, я действительно забыла, я не вспомню сейчас. Вот, ну, в общем, короче, разные варианты для тебя есть, и это все именно не просто как какая-то там статистические данные, у тебя там три выбора, и вот они на всех людей вот эти три выбора примеряют. Это очень конкретно под тебя подстроено, отточено для конкретно Онтарио. Она говорит, что иногда это как бы показывает прямую реальность, и часто люди понимают, что им вообще ничего не светит. Часто приезжают, допустим, вот работники, которые по газу, по ойлу, да, все вот это, это все в Альберте развито, это все есть в Альберте, здесь этим людям практически нечего делать. И она говорит, они понимают, что это как бы правда прямая такая в лицо, и им нужно уезжать. Но это тоже информация, и это правильная информация, которая помогает принять какие-то правильные решения. Вот, поэтому, в общем, естественно, когда мы понимаем, какой исход этого моего тестирования, какой исход этого всего, то мы знаем, как двигаться дальше. Поэтому 10 февраля я иду на тестирование, вот, благодаря вот этому Велком Центру. И я очень благодарна этой Ане, потому что она такая очень положительная, очень такой человек, с большой буквы «человек», и она человечная. То есть она не просто тупой какой-то там клерк, который сидит и отсиживает свои часы, она действительно помогает людям, и она действительно лично мне, да, лично мне она просто очень понравилась. У нас не такая химия была хорошая сразу. И вот она мне порекомендовала сайты, я вот вам их сейчас покажу. Значит, позвольте мне показать вам сайты, о которых непосредственно рассказала мне Анна. Может быть, они вам пригодятся тоже. И просто вот хотела брифно с вами быстренько так пройти. Ну, первый сайт, который был очень сильно рекомендован Анной, это Workerpolis. Workerpolis, кстати, я вам дам все ссылки, которые я сейчас здесь покажу, все ссылки будут под этим видео. Значит, Workerpolis тоже это база с работами, в общем, объявление о работе. Это один из таких популярных сайтов достаточно в Канаде и за ее пределами. Следующий сайт, который она мне порекомендовала. Я не буду проходиться конкретно по каждому сайту и говорить о том, как пользоваться им. Это вы уж, пожалуйста, сами сделайте. Я с вами вот просто делюсь информацией, которая конкретно по сайту. Далее это eluta.ca, тоже какой-то определенный банк с датой рабочих мест. Дальше сайт, о котором, в принципе, уже не раз я говорила. Это государственный сайт работ. Я его уже неоднократно показывала. Этот сайт связан с Immigration Canada, государственным сайтом. Здесь очень-очень много работ. Но можно сказать, это банк всех работ по Канаде. Во всех вы можете ходить в разных сайтах, но в конце у вас будет все связано именно к этому сайту. Следующий сайт – это careerbuilder.ca. Тоже абсолютно разные уровни работ, разные расположения. Здесь, в принципе, по всей Канаде. И разные специальности. И даже, я так понимаю, что здесь разные специфики по типу как Energy, Oil, Gas, Engineering разных направлений. То, что называется Healthcare Job. То есть здесь такие более специфические, более профессиональные. Но я думаю, что здесь и другие тоже есть. И последний из сайтов, которых и Костя всегда рекомендует. А в основном это для IT. Ну, естественно, для всех других работ тоже. Это Indeed. Indeed.ca. Достаточно популярный сайт. Вот. Поэтому. Вот это мои рекомендации по сайтам. Тот сайт, который я вам хочу сейчас показать, это сайт, о котором мне тоже рассказала Анна. Я о нем не знала. Но когда я Косте рассказала, он сказал, что, оказывается, он давно знал об этом. Это settlement.org. Это все для новоприбывших в Антарио. Именно для Антарио. Не для всей Канады, а для Антарио. Так как мы люди новые в Антарио, то мы практически то же самое, что новоприбывшие. Конечно, о многом мы знаем, но о многом мы не знаем. И что самое интересное, что вы можете просто зайти полазить. Здесь все распределено по категориям, иммиграция, все, что касается дома, здоровья, работы, образования, разные жизни, вот как бы то, что касается религии, спорт, арт. В общем, все такое. Самое интересное, что вы можете посмотреть, это даже на своем языке. Вы идете вниз страницы. Я вот вам увеличу сейчас немножечко. Это все дело. Сейчас, секундочку. Так, чтобы вам было хорошо видно. Ну, секунду. Где у меня это все? Вот так. Вот, видите, в самое низ вы идете, и у вас есть In My Language. Вот, я вам сейчас покажу. In My Language. Вы нажимаете, и уже здесь вы можете выбрать, здесь есть разные языки, естественно, центральный английский и французский, между ними русский. Вы переводите на русский язык, и у вас весь сайт на русском языке. И все, что связано с иммиграцией. Вот тут иммиграция, жилье, работа, здравоохранение, образование, быт. Все, 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 все. Это как бы и для новоприбывших, и для вас, те, кто еще находится там и стремится сюда. Вот, иммиграция. Допустим, если мы нажимаем, то здесь идут дальше под категорию общие сведения, постоянное жительство, жизнь в Антарио, спонсорство, беженство. Беженцы, точнее, иммиграционные законы, гражданство правительства Канады. Если мы пойдем, например, выберем жилье. Что нам даст жилье? Жизнь в Антарио, аренда жилья, покупка жилья, права и обязанности, экстренное и кратковременное жилье, безопасность жилья. То есть, видите, общее образование, например, начальные и средние школы, колледжи, университеты, институты, образование для взрослых. Английский, как второй язык, оценка документов об образовании. Например, давайте зайдем сюда, колледжи, университеты, институты. И здесь нам дают высшее образование, в чем разница между колледжами и университетами, т.д. Финансовая помощь для получения высшего образования. Пожалуйста. Дальше, сведения для иностранных студентов. То есть, очень много разной информации. Все это на русском языке. Пожалуйста, и вы можете все это читать. Это государственный сайт, который обновляется постоянно. То есть, это не то, что здесь какая-то устаревшая информация. Это именно Онтарио. Это мне важно подчеркнуть. Это именно для Онтарио. Поэтому, ребята, я надеюсь, что я смогла вам помочь именно вот чисто в информационном плане. Вот эти сайты я вам дам, ссылочки все вниз. Кто уже приехал сюда, обращайтесь в этот центр. Это действительно кладезь. Конечно, не для всех это может быть полезно. Но для многих людей, кто ищет себя, кто не знает, куда приткнуться и как вообще начать свою карьеру в новой стране, то я считаю, что это может быть прекрасным началом и прекрасным стартом для любого человека. И все. Вот это такой маленький отчет. Я надеюсь, что вам интересно было и полезно было. И я вам также дам ссылку внизу на вот этот Welcome Center. Их есть, по-моему, 5 филиалов по Торонто. Это именно торонтовская. Это государственная, как бы, government. Он founder вот этого вот immigration center. Он не immigration center, а Welcome Center. Допустим, в Монреале у нас, как я уже и говорила ранее, в своих первых видео, в Торонто, когда я ездила, вот и Доши мы делали evaluation перед школой в этом центре. Я рассказывала в этом центре, что я с ним впервые познакомилась и говорила о том, что в Монреале у нас такого не было. Это именно антариевская примочка такая. Я уверена, что в каждой провинции как бы есть свои вещи. Но вот это вот здесь мне очень нравится. Как бы пока же толку большого от этого не было. Моих туда похождения. Я туда два раза уже ходила. Но я получаю достаточно хорошую информацию. И я думаю, что это может быть полезно для многих людей. Вот. Поэтому, боже, волосы торчат постоянно, как палки какие-то. Они сейчас у меня отросли. Вот. Так что, ребята, все. Целую вас. Я желаю вам удачи. Много мотивации. Хорошего настроения. Всего положительного, чего только можно пожелать. Главное настроение. Не падать духом. Всегда знайте, что все будет хорошо.